Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и многие люди задаются вопросом, достиг ли биткоин локального пика, стоит ли покупать эту просадку с 49 до 42 тысяч долларов, почему произошло такое захватывающее событие, а цена падает. Сегодня я хочу показать тебе, как некоторые крупные институты меняют игру, они манипулируют рынком, они используют свои инструменты, в том числе и новый инструмент, который называется Bitcoin ETF, чтобы купить твои биткоины по дешевке. И мы уже сталкивались с этим в прошлом, к сожалению, многие этого не замечают. За последние несколько дней, думаю, многие люди были немного разочарованы реакцией биткоина на запуск спотового биткоин ETF. Все это время я говорил, что на долгосрочной перспективе это отличное событие для принятия криптовалют, которое открывает дорогу для многих инвесторов. Но на краткосроке возможно продажа на новостях. Однако сейчас мы видим, что продажа постепенно теряет свою интенсивность. За последние 12 часов ликвидировано позиции всего лишь на 25 миллионов долларов. Это не очень много, а за 24 часа таких позиций было ликвидировано всего на 60 миллионов. Мы пережили весь этот ажиотаж каскадных ликвидаций. Сейчас такого ажиотажа нет. Объемы низкие, цена колеблется около 42 тысяч долларов. И даже популярность поискового запроса в гугле тоже упала до уровней, которые были до принятия биткоин ETF. Однако я думаю, что в долгосрочной перспективе мы все еще будем видеть рекламу подобную этой от BlackRock, которая рассказывает о новом биткоин ETF. Также мы видим мироскол между институционалами. Например, Vanguard и некоторые другие финансовые организации сказали, что не собирается предлагать спотовый биткоин ETF своим клиентам. Более того, Vanguard даже от фьючерсных биткоин инструментов отказался. А своим клиентам говорит, что в биткоин инвестировать не стоит, мол в нем нет внутренней ценности и в него не текут денежные потоки. Не забывай, что в прошлом году было время, когда биткоин долгое время ничего не делал. Например, с конца августа по ноябрь цена биткоина колебалась в диапазоне от 18,5 тысяч долларов до 20 тысяч долларов. Мы оставались в этом диапазоне в течение нескольких месяцев, а затем произошло это падение с 20 тысяч долларов до 16,5. И мы снова пробыли буквально с тейблкоином на протяжении нескольких месяцев после этого. Таким образом, в течение пяти месяцев цена биткоина просто болталась в коридоре высотой полторы тысячи долларов. И это то, что убивает инвесторов. Не падение, нет. Вот такое боковое движение. И сейчас мы находимся в похожей ситуации. Мы находимся в каком-то коридоре от 42 тысяч долларов до 44. Если не учитывать вот этот прострел, который случился из-за принятия спотового биткоина ETF, который оказался лживым пробоем верхней границы этого коридора. И пока все умирают от этого топтания на месте, BlackRock купил 11,5 тысяч биткоинов на сумму около 497 миллионов долларов. Это очень много. И эта покупка свершилась всего лишь за два дня. Я знаю, что часть из них была выведена из GPTC, но в целом все равно это чистая покупка биткоина, которая говорит нам о том, что крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock, накапливают и хотят делать это подешевле. Посмотри на это. Этот отчет показывает, что BlackRock перевел 50% своего ETF в кэш перед этим крахом. 49 до 42, если это можно крахом назвать. Сегодня они обновили информацию и оказалось, что они использовали этот кэш для покупки этого падения. Теперь в своем ETF они держат 0,01% в кэше и 99,99% в биткоине. Как они узнали про это падение? Что перед ним вышли в кэш, а затем перезашли после. Мы знаем, что теперь у нас есть новый набор китов-трейдеров в игре, управляющие биткоин ETF'ами. И они теперь могут конвертироваться в кэш или биткоин, используя даже деньги с Форекса. Так что они распродавались, когда биткоин достиг 49 тысяч долларов. Они продали, а затем закупились обратно. Фактически они манипулируют людьми, рынком и деньгами. У них просто-напросто появился новый инструмент для этого. Некоторые финансовые организации, например, отправляют на бирже 10, 20, 50 тысяч биткоинов, чтобы напугать людей. Которые задаются вопросом, а зачем им отправлять столько биткоинов на биржу? Наверное, только лишь для того, чтобы продать. Финансовая организация после этого покупает биткоины с большой скидкой, а затем пампит биткоин чуть выше, чтобы опять обвалить его после того, как люди на этом росте в отчаянии снова пытаются купить то, что продали. Только дороже. Так они охотятся за ликвидностью, так они вырывают биткоины из наших рук. Мы видим и другие организации, немного более загадочные, чем BlackRock, которые не раскрывают точно, кто они и каковы их намерения, но они тоже покупают на больших просадках. Например, это 35-й по величине кошелек. И в этом году он до сих пор накапливает большие суммы биткоинов. Так, например, 13 января он купил 436 биткоинов, 7 января 348. И, как мы видим, таких транзакций только за последние несколько месяцев было немало. Они не покупали с сентября прошлого года. Но начиная с сентября прошлого года, как мы видим, баланс биткоинов у них подскочил. И особенно активно они начали накапливать биткоины, начиная с конца декабря 2023. Этот институциональный игрок появился в июне 2022 и с тех пор постоянно покупает биткоин. Каждый день в одно и то же время они вкладывают в биткоин около 700 тысяч долларов. И так делают с июня 2022. Ежедневная покупка, не обращая внимания на курсы новости, Это долларовое усреднение на максималках плюс 16 биткоинов, плюс 17, плюс 19 каждый день. И сейчас они являются одним из богатейших кошельков среди всех. Есть разные способы играть в эту игру, но лучшего, чем этот, не найти. Просто покупать один раз в день, один раз в неделю, один раз в месяц на фиксированную сумму. После одобрения биткоин ETF пройдет некоторое время, прежде чем консультантам придется продвигать инвестиции в биткоин, чтобы клиенты включали его в свои портфели. Об этом пишет The Street. Это будет очень важным шагом, чтобы будь то просто богатые клиенты или пенсионные фонды начали покупать. На это также очень повлияет эффективность ETF, но на это нужно время, возможно полгода, год, чтобы все смогли оценить степень рисков и вознаграждения нового инструмента. The Street также пишет, что у консультантов, управляющих активами, скоро появится фидуциарная обязанность продвигать инвестиции в биткоин. Это вполне возможно, учитывая, что биткоин это самый успешный за последние 15 лет актив. И речь не идет о том, что он однажды выстрелил на 1000%, после чего обвалился и умер. Нет, он постоянно является одними из самых высокодоходных активов. Это информация от самой компании BlackRock. Просто посмотри на эти цифры сам. Биткоин практически всегда опережал другие активы с редкими исключениями. Например, в 2018 году или 2022 году. Если у кого-то есть фидуциарные обязанности, если он отвечает за инвестиции своих клиентов, то как минимум говорить им об этом они должны. Это их обязанность. И такие компании, как Vanguard или Edward Jones, не разрешающие своим клиентам покупать биткоин и пользоваться биткоин-тефом, однажды будут вынуждены пересмотреть свое решение, если они не пожелают продолжать терять своих клиентов дальше. Микростратегия за ноябрь 2023 увеличила вложение в биткоин на 10%. На минуточку это было где-то в этом диапазоне. Почему они это сделали именно в ноябре, а не сейчас? Потому что правильно не покупать биткоин, когда вокруг него ажиотаж и эйфория, когда все о нем говорят или говорят о событиях с ним связанных. Ты хочешь покупать тогда, когда все тихо. Еще лучше, когда все разочаровались, испугались, ушли. Лучшее время для накопления тогда, когда на рынке нет возбуждения. Только такая стратегия позволит накопить биткоин по дешевым ценам, на длинной дистанции и купить его практически на самом дне. И при этом не отдать свои монеты крупным институционалам, которым только это и нужно. Мы знаем, кто проиграет. Краткосрочные холдеры, краткосрочные инвесторы. Киты покупают, как мы уже поняли, а краткосрочные холдеры капитулируют. Мы видели, как они продали свои биткоины на сумму более 6 миллиардов долларов. Это самая большая продажа краткосрочных держателей с мая 2021. Они отказались от своих биткоинов, которые недавно купили. Причем отказались в пользу BlackRock, который наоборот купил 11,5 тысяч биткоинов на полмиллиарда долларов. В конце концов, многие компании начинают заниматься рекламой биткоина. Они понимают, что должны заниматься этим, потому что если они этого не сделают, то они не смогут конкурировать, не смогут привлечь новых пользователей тогда, когда в криптовалюту придет много новых людей. И мы видим, что финансовые институты, такие как BlackRock и другие, готовятся к этому моменту, они будут повсюду. Они собираются привлечь всех в биткоин, особенно когда цена снова начнет расти, как только мы достигнем 50, 60 и 70 тысяч долларов в будущем. И когда все заговорят о криптовалюте, когда люди начнут говорить об этом везде, в маршрутках, в магазинах, в университетах, в школе, на работе и так далее, когда они будут истерически кричать о том, что «мой сосед купил биткоин за 17 тысяч долларов, сейчас он купил себе квартиру, нужно покупать биткоин». Это будет означать, что биткоин находится у исторического пика своей цены, перед которым обязательно будет blow of top, когда цена максимально быстро ускорится и максимально быстро достигнет исторического пика, как вот здесь. Все эти люди, которые в эйфории будут подпитывать этот blow of top своими покупками, станут нашей выходной ликвидностью. К сожалению, мы все это понимаем, но мало кто достаточно смел, чтобы это признать. Ранее покупатели биткоина используют этих людей для того, чтобы выйти из биткоина в кэш. Мы все будем делать деньги на них. И это печально, но таковы правила игры. И если ты с ними не согласен, сюда вообще не нужно было приходить. Хотя нет, не все будут делать деньги на этих людях. Те, кто отдают свои монеты BlackRock'у, не сделают деньги. Они наоборот будут выкупать свои же монеты, только в несколько раз дороже. Они же и станут подпиткой для этого blow of top. И они же станут выходной ликвидностью для нас, для долгосрочных холдеров и для BlackRock'а. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok